Продолжение следует... ...необычных и чрезвычайно необычных дел. 77-й год. Ленинград. Следственный изолятор кресты. Блок смертников. Последнее прижизненное пристанище опасных зверей в человеческом обличье. Убийц, садистов, маньяков. Заключенный в полосатой робе испуган и вздрогнул. Шаги приближались к его камере. Он знал. Обычно смертников выводят для приговора под утро. Неужели пришли за ним? Но когда услышал приказ, не поверил своим ушам. Выходи. Ты не виноват. Так необычно закончилась эта история. Помилование. Хотя расстрел в ней тоже был. А также захватывающее расследование и погоня по следу серийного убийцы. В этот раз ленинградские сыщики успешно сработали сразу на два фронта. Впрочем, пусть они обо всем расскажут сами. Виктор Иванов. Всегда брался за самые тяжелые и сложные дела. Доверяет своей интуиции. Анатолий Волков. Дотошный, въедливый, с незаурядным талантом аналитика. Способен соединить вместе факты, на которые до него никто не обращал внимания. Александр Калинин. Уверен, настоящий сыщик должен просчитывать ситуацию на несколько ходов вперед. Как шахматист. 76-й год. В Китае великий траур. Более миллиона человек пришли проводить в последний путь Мао Цзэдун. Великий корм, чей властвовал в стране более четверти века. В СССР события не менее масштаб. Врага режима Пиночета, Карвалана, обменяли на врага советского режима, Владимира Буковского. В результате в СССР появилась частушка. Обменяли хулигана на Луиса Карвалана. Товарищ лучше получил в СССР политическое убежище. А генсек Брежник, очень сентиментально к нему относившийся, особый подарок ко дню рождения. Ведь для дорогого и любимого Леонида Ильича этот год юбилейный. Ему 70. Леонид Ильич произведен в маршалу. Ему вручена вторая звезда Героя Советского Союза. А в Днепр-Дзержинске, где Брежнев провел молодые годы, установили его бюст. В то время как в Москве осыпают почестями главного человека страны, в Ленинграде все идет своим чередом. Газеты рапортуют о трудовых свершениях. Тема негатива и преступности под строгим запретом. Поэтому никто даже не подозревает. Сыщики ловят опасного и жестокого серийного убийцу. 76-й год. Ленинградская область, Тоснинский район. В тот день в милицию позвонили перепуганные жители деревни Трубников-Бор. Они на лесной дороге нашли мертвую женщину. В луже крови. Сразу собираемся в машину и влетаем на место происшествия. Чем быстрее мы появимся там, тем плодотворнее работа по горячим следам. Правда, горячих следов инспектор Калинин обнаруживает совсем немного. Судя по всему, женщина была дорожной рабочей. Ее лопата для очистки отбойников валялась недалеко. И именно она стала одним из орудий убийства. Из заключения судебно-медицинской экспертизы. Имеются повреждения черепа и головного мозга. Кроме того, имеется колото-резаное ранение в области спины и признаки сексуального насилия. Бессмысленное по жестокости нападение. Да еще на пожилую женщину. Ее-то зачем убийца выбрал в качестве жертвы? Эта дорожная работница уже готовилась к пенсии. 22-го года рождения. Ее же лопаты били по голове, потом ножом. Сыщики внимательно осматривают все вокруг. И находят в ближайшем перелеске лежбище. Здесь, за кустами, трава была примята. Судя по всему, именно отсюда убийца некоторое время наблюдал за жертвой. Никаких окурков. Не курит? Или предусмотрительно уничтожил следы? Сразу подумали, может быть, это кто-то из деревенских. Почему сразу? Сначала началась обработка жилого массива, ближайшего. Удается проверить всех и каждого довольно быстро. Но местные, как один, имеют железные алиби. Все не то, все не то. И так, какое-то чутье уже такое было у нас, что это кто-то чужак. Конечно, о серийных убийцах местные сыщики слышали. Но подобное случалось в Ленинграде. Неужели в Тоснинском районе орудует гастролер-убийца? Вскоре происходят события, которые подтвердили самые худшие опасения. 76-й год. Ленинградская область. Всеволожский район. В тот день оперативно-следственная группа снова срочно выезжает в лес. Там нашли мертвую женщину. Галина Нездоровая. 35 лет. Жительница деревни Лаголова. Причина смерти – ножевое ранение. Имеются признаки сексуального насилия. Дикая деталь. Рядом красовался похоронный венок. Вот это да! А зачем убийца так зловеще оформляет места своих преступлений? Эпатаж? Какая-то сверхидея? Или что-то иное? Однако версии разваливаются. Выясняется – венок женщина принесла с собой. Она поехала туда к сестре, чтобы встретиться с матерью, передать венок матери для возложения на могилу отца в Костротской области. Недалеко от места убийства три деревни. И многие ходят по этой лесной тропинке. Оперативники решают – выставить на тропинке пост. Не как засаду на убийцу. Он вряд ли вернется сюда. А для того, чтобы поймать свидетелей. Поставил пост на этой тропинке. Целый день они там стояли и опрашивали всех людей, кто кого, чего видел. Опрашивают несколько десятков человек и получают важнейшую заценку. Нет тела, зато есть дело. Я достроил, в принципе, очень милицию. Куда исчезла девушка? И кто ходит в лес в белом? По следам убийцы в кепке. Летающие ножи. Громкое дело из истории советского сыска. Один из местных жителей приметил. Пару дней назад за кустами мелькал какой-то мужчина. Разглядывал окрестности, прогуливался. Это кажется сыщикам очень подозрительным. Обычно люди торопятся, там, у каждого какая-то дела свои, там, прочее, там, нечего делать на этой тропинке. Лица свидетель не разглядел. Незнакомец старательно отворачивался. Но одна деталь сразу бросалась в глаза. Светлая кепка. Для деревни это, можно сказать, как для ВК красная тряпка. Эта деталь удивляет и сыщик. В СССР кепка была очень распространенным головным убором. В свое время пример показал сам вождь мирового пролетариата Ленин. После войны кепки носили все. Рабочие, служащие, уголовники и мелкая шпана. Помню, отец рассказывал, особенным писком было достать кепку, как у льва Яшина. Знаменитый советский вратарь много лет играл за сборную СССР в одной и той же черной кепке. Считал ее своим талисманом. Даже когда она износилась, галкипер незаметно клал ее рядом со штангой. Болельщики шутили. Яшин с кепкой, ворота на замке. Но вот светлые кепки почти никто не носил. Очень уж марки. Такую мог себе позволить разве что образец непрактичности Семен Семенович Горбунков из знаменитой комедии. Сыщики недоумевают. Кто же он? Подозрительный тип в белой кепке. Убийца пижон? Или человек, который не имеет отношения к преступлениям? Тогда еще никто даже не догадывался. Белую кепку действительно носит преступник. И носит ее не просто так. Она очень памятная для него вещь. У меня в руках материалы дела. Фотографии убитых женщин. И карта, на которой отмечены все места преступления. Они в разных районах. Тоснинском и Всеволожском. В этой детективной истории поначалу расследованием занимались разные сыщики. Действовали вслепую. И не подозревали, какие улики уже наработали коллеги. Кто же догадался объединить уголовные дела? Это был тогда еще молодой следователь Виктор Иванов. Я нутром чувствовал. Я как-то интуитивно связывал эти два уголовных дела. Иванова вызвали во Всеволожский район осенью. Там пропала юная девушка. 18-летняя Анна Витчинова. Она каждый день ходила на работу по лесной тропинке. Но однажды словно сквозь землю провалилась. 76-й год. Ленинградская область. Окрестности поселка Токсово. В поселке ходили разные слухи. Кто-то говорил, Аня поссорилась с мамой и сбежала из дома. Другие намекали, что здесь виновата любовь. Но молодой ленинградский следователь никого не слушает. Я возбудил уголовное дело без налития трупа, как у нас выражается. Уголовное дело по убийству. Я не сомневался, что это убийство. Этим поступком я настроил против себя всю милицию. И все Воскорайонные, и областной Умановск. Так что пришлось мне почти частное сыско. Местная милиция не спешит помогать следователю. Однако Иванов не сдается, поднимая нераскрытые дела об убийствах женщин в Ленинградской области. Все они нашли свою смерть на безлюдных лесных тропинках. Значит, и Аню Витчинову нужно искать в лесу. Работа следователя – давать поручения оперативникам и в тиши кабинета анализировать информацию. Но Иванов лично ездит по деревням. Ищет хоть какую-то зацепку. Ходил по дворам. Но я не просто справку составлял, а допрашивал людей. И вот мелькала вот эта белая шапка. 26 свидетелей. Столько человек видели мелькавший в лесу белый головной убор. То ли шапку, то ли кепку. И никому не удалось взглянуть в лицо ее владельца. Я, в общем-то, уже на этой белой шапке, можно сказать, помешался. Однажды следователь выходит из автобуса на остановке и углубляется в чащу. И вдруг видит впереди кого-то в светлой кепке. Иванов спешит за таинственным типом. Но тот ускоряет ход и скрывается в кустах. Иванов туда же. Никого нет. Где же он? Следователь прислушался и различил быстрый топот вдалеке. Кажется, этот тип удирал вдоль железнодорожных путей, что проходит рядом. Бежит на станцию, но ближайшая электричка только через час. И тут опять сработала интуиция. Иванов увидел ПМС. Передавшая механизированная станция. Это ремонтирует пути, там прочее. Железнодороги относится. Подходит ближе и натыкается на мирно беседующих рабочих. На вопрос про белую кепку те ухмыляются. Нет, не видели никого. Следователь готов уйти. Но тут ему помогает хозяйственное мыло. В советское время ходил миф. Хозяйственное мыло варит из отловленных бездомных собак и кошек. Это, конечно, неправда. А вот то, что это было самое знаменитое мыло, истина. В послевоенные годы в СССР шампуни и гелий для душа не было. Поэтому все мыли волосы обычным хозяйственным мылом. И говорят, шевелюры были гуще, чем у нас сейчас. А кубинцы, например, закупали хозяйственное мыло ящиками. И поясняли, советским мылом лучше всего мыть детей. Оно и правда прекрасно дезинфицирует. Именно это пахучее мыло наши люди успешно применяли против прыщей, ушибов и даже лечили им насморк, смазывая ноздри. Удивительно, но иногда помогало. Вот такие были времена. Иванов не спешит уходить. Железнодорожные рабочие кажутся ему подозрительными. Взгляд падает на еще влажный брусок хозяйственного мыла. А рядом ведро с мутной водой. Недолго думая, он опускает руку. Вот она, белая кепка. Один из рабочих, ПМС, тут же выдает себя. Отводит глаза в сторону. Значит, он... Уже через час хозяин кепки в наручниках сидит в отделении милиции. Нагло заявляет. Сотрудничать не буду. Копайте сами. Но когда перед ним раскладывают фото убитых женщин, его глаза лезут на лоб. Так вы меня за это? Спесь слетает мгновенно. Из показаний Евгения Сукова. Я никого не убивал. Я вор, да и то завязал уже. И белая кепка не моя. Я ее в лесу нашел. Врет или нет? Иванов приходит к выводу. Суков говорит правду. Две машины. Навоза украл. Еще по мелочи он не... Ну, мне нужно было убийство раскрывать. Одни. Да и время прошло там, да, на свои сроки. То есть человек как на духу. Мне пришлось его отпустить. В качестве благодарности вор ведет Иванова на то место, где нашел белую кепку. Иванов достает карту. Место обнаружения кепки совсем рядом от тропинки, по которой ходила пропавшая без вести Аня Ветчинова. И когда дал задание работникам милиции, чтобы они не бегали по лесу по двум сторонам, а именно по правой стороне искали, не доходя до военного городка. Вот там весной ее нашли. Эксперты подтверждают, девушка погибла так же, как и две другие женщины, найденные в лесу. Ножевое ранение, черепно-мозговая травма от тяжелого предмета, признаки сексуального насилия. Руководство довольна работой следователя. Он практически в одиночку нашел пропавшую девушку. Значит, теперь стоит поручить ему искать убийцу. Иванов подбирает помощников. Теперь он доберется до преступника в белой кепке. Но тут неожиданный поворот. Из соседнего района сообщение. Убийца уже арестован. И белой кепки у него не было никогда. Еще одна жертва. Расселенный участковый. У тебя сексуалы есть? И без вины виноваты. Если он будет признаваться, значит явно расстрел. Погоня за убийцей. В одной руке станция, в другом пистолет. И почему теперь их двое? Летающие ножи. Громкое дело из истории советского сыска. 76-й год. Ленинградская область. Выборгский район. Битва за урожай. Этот термин не сходил со страниц газет круглогодично. Но особенно осенью, во время сбора того, что созрело. За урожай в СССР бились все. Крестьяне, рабочие, профессора и студенты. Последние откладывали учебники на 2-3 недели, а то и на целый месяц. И на картошку. Нина Юделевич единодушно считалась лучшей девушкой на курсе. Отличница, комсомолка, спортсменка, да еще и красавица. Но однажды девушку нашли мертвой. И она найдена была на опушке леса, забросанная ветками. Больше 10 ножевых ранений было. Знакомый страшный почерк. Но на этот раз преступник впервые позарился и на вещи убитый. Забрал часики, студенческий билет и кошелек с 10 рублями. Оперативник Марк Гордеев знал девушку и ее семью с детства. Именно поэтому ему поручили сообщить родителям о трагедии. Это было очень тяжело, и я даже боялся к ним приходить. Они были очень плохие. Потом я знаю, что они поехали в Киев, взяли девочку на воспитание. Убийство Нины Юделевич не осталось просто местечковым делом, как это случилось с погибшими деревенскими женщинами. На этот раз информация просочилась даже в ЦК КПСС. Ведь отец студентки занимал солидный пост в Ленинграде. Он доктор экономических наук, сам Моисей Юделевич был. Из Москвы прибывают ретивые сотрудники. С заданием немедленно найти убийцу. И, о чудо, не проходит и пяти дней, преступник пойман и изоблечен. Вот это скорость. Можно рапортовать на самый вверх. Как же столичным пинкертонам удалось так быстро раскрыть сложное дело? А вот как. Вначале московские исследователи наведались к местному участковому. У тебя сексуалы есть? Моя участковая не очень поняла, что такое сексуалы. Ну, это вот кто? Ну, вот к женщинам пристают там. Участковый на силу вспоминает. Вроде есть один. Николай Солодов. Работает в колхозе и иногда пристает к дояркам. Вот доярки там здоровые, мощные. Пару раз ему плюху дадут, ему профессионами, он отстанет. Вот. И они пошли дальше. Уже через час Солодов в наручниках сидит в милиции. И яростно защищается. Просит вызвать тех, кто видел его в день убийства Нина Юделевич. Говорит, что в тот день застрял на дороге. В это время мотоцикл застрял в грязи. И я его вытаскивал. И мне двое проезжали мимо. Один, потом другой, там на машинах. Солодов торжествует. По его мнению, он уже одной ногой на свободе. И тут происходит неожиданность. Местные шоферы говорят не то, что он ожидал. Про высовочную ставку. Вот вы там были, да. Вы мотоцикл его пытались вытащить. Нет, да ну что вы, я там не был, близко мне не было. А значит, гражданин Солодов, вы и есть убийца. К тому моменту, как на станцию Горьковскую приезжает следователь Ливонок, дело уже спешно завершено. Николай Солодов в слезах написал чистосердечное признание. Признался. Рассчитывал, что если признание, значит дадут 15 лет, а если не будет признаваться, значит явный расстрел. Правда, Солодов взял на себя лишь убийство студентки. Трех других женщин, что погибли в соседних районах, по его словам, в глаза не видел. Но московским следователям это и не важно. Главное раскрыть убийство Нины Юделевича. Ведь у нее такой серьезный отец со связями в ЦК КПСС. Датушный Иванов тут же находит чудовищные нелепости в уголовном деле. Не было ни ножа, в котором он должен был убить ее. Ни часов, ни студентский билет, ничего этого не было. Кроме того, у Солодова никогда не было белой кепки, за которой так долго и упорно гонялся Иванов. Зато на месте убийства нашли очень странные улики. Три блестки, словно оторванные от театрального костюма. Но откуда они взяли? У меня в руках уголовное дело Николая Солодова. Что поражает? Обычно следователи жалуются, улик не хватает. Но здесь были улики лишние. Вот эти блестки. Значит, на месте преступления был кто-то еще. Почему московские следователи никого больше не искали? А вот и ответ на мой вопрос. Признание в убийстве со всеми жуткими подробностями. Солодов расписывает, как он заметил девушку с букетом ромашек. Как догнал ее. Он все расписывал подробно, надеясь на снисхождение. Но вот материалы скоропалительного суда. Солодов прогадал. Его приговорили к расстрелу. Более того, по материалам суда, газета «Ленинградская правда» публикует эмоциональную статью с яростным осуждением убийцы. Теперь все знают. Монстр пойман. Поэтому местные девушки стали без страха ходить через лес в одиночку. Это была их роковая ошибка. 77-й год. Ленинградская область. Окрестности поселка Токсово. Оперативника Александра Калинина развернули на пороге столовой. Срочный вызов. Кто-то в светлой шапке с ножом снова напал на юную девушку. И скрылся. Трактор разбрасывал навоз. Он испугался этого трактора и кустами, и перелесками. Он не пошел дорогой. То есть он не стал ее убивать. Дрожащая от страха девушка в разорванной одежде добежала до библиотеки. Там был телефон. С момента нападения прошло всего 20 минут. Значит, можно догнать. В одной руке станция, в другом пистолет. И я побежал его преследовать по следам. На сырой земле ясно отпечатались следы. Они привели оперативника к дороге. И он опаздывает буквально на пару секунд. Я увидел стоящий самосвал за УС-30. И захлопывающую дверь. Я понял, что он отъезжает на нем. Калинин за рацию. Срочное сообщение на пост ГАИ. Перехватят или нет. Сам прыгает в подоспевшую машину милиции. И стартует следом. ГАИ поставили свою машину и остановили, по-моему. Еще одну машину, чтобы на мосту просто перекрыли мост. Калинин подлетел к месту засады, когда все свершилось. Сотрудники ГАИ уже вытаскивали из кабины молодого парня. Он был в светлой кепке. Задержанный оказывается жителем Ленинграда. Александр Шолохов. 23 года. Рабочий судоремонтного завода. Женат второй раз. Имеет двоих детей. Сначала Шолохов удивлен. За что схватили невинного человека? Но девушка, на которую напали с ножом, подтверждает. Это он. Мы как бы сидели в коридоре здесь. Вдруг там очухается, побежит или что. Как-то перекрыли все ходы и выходы. На улице, по-моему, даже у окна там пост был выставлен, чтобы в окно не выпрыгнул. Хотя и второй этаж. Но задержанный и не собирается бежать. Наоборот, его словно прорывает на откровение. Ведь столько лет он никому не мог рассказать о своих страшных подвигах. Никто его за язык не тянул. Ничего. Я говорю, что еще есть? А я говорю, только вот дома. Это самое первое. Сыщики выезжают в Ленинград. Шолохов ведет их к собственному дому. Оказывается, он впервые выбрал жертву, сидя на своем балконе, глядя в бинокль. Приметил молодую мамочку из дома напротив. В тот день девушка оставила на минутку ребенка и побежала во двор повесить постиранное белье. Она не заметила, что сзади кто-то подошел. Головой от бетонной плиту, потом камнями по голове и закопал. Там мусорная свалка была. Его первой жертве повезло. Она очнулась и смогла доползти до дома. Тогда завели уголовное дело, но оно так и осталось глухарем. А Шолохов был потрясен, увидев ее в бинокль живой. Тогда он решил, камни – ненадежное дело. Нужно убивать ножом. У меня в руках фото из уголовного дела. Это коллекция ножей, что нашли в квартире преступника. Это не просто ножи. Большинство из них – кинжалы для метания. Шолохов умел так точно рассчитать центр тяжести, что летящий нож всегда втыкался клинком. Вот почему у многих женщин было ранение в спину. Ему доставляло удовольствие бросить нож издалека в живую цепь. Самое поразительное – молодая жена совсем не интересовалась, куда периодически исчезает муж. Зачем берет с собой ножи? Такая милая квартира, чистая, ухоженная. Красивая супруга, его молодая девушка. Главное, она отнеслась к этому спокойно. Я еще думаю, надо же. Ее волновала лишь светлая кепка мужа. Это был подарок тести. Между прочим, начальника одного из отделений милиции Ленинграда. Поэтому, когда однажды Шолохов где-то потерял свою кепку, срочно купили подобную, чтобы даритель не расстроился. Догадывалась ли супруга о кровавых похождениях мужа? Ведь он не брезговал приносить в дом похищенное. То авоську с продуктами, то женские часы. Исячные часики луч были найдены в секретаре при обыске. И они показались сыщикам подозрительно знакомыми. Ведь похожие пропали у убитой Нины Юделевич. Это был шок. Так значит, Николай Солодов, ожидающий расстрела, не виноват? Откровение маньяка. И невиновный смертник. Камера, она людей ломает. Как его спасти? Что за идиот, за чем он берет это на себя? И каким будет новый приговор? Летающие ножи. Финал громкого дела из истории советского сыска. Следователь Волков срочно едет к осужденному Николаю Солодову. Тот сидит в одиночной камере смертника. Он сильно изменился. Стал седой, как лунь. Насколько ощущений безысходности, так сказать, в общем-то, и бесправности, и вот только сидеть и ждать. Естественно, наверное, посидеешь тут за это время. Волков пытается понять, зачем деревенский парень оговорил себя. Быть может, следователи из Москвы, присланные любой ценой раскрыть убийство Нины Юделевич, на него давили или даже избивали? Нет, потерянный отвечает Солодов. Я просто сам в это поверил. Камера, она людей ломает. Она заставляет иногда делать поступки, совершать которые необъяснимы. Солодов просил об одном – сохранить ему жизнь. Написал в конституционной жалобе. Да, я убил эту студентку. И приговорен я к высшей мере правильно. Но прошу Верховный суд заменить эту исключительную веру на лишение свободы. Я буду приносить пользу. Сыщики сообщают в Москву, в прокуратуру Союза СССР. Нужно срочно освобождать невиновного. И получают ответ. А вы нам докажите, что он невиновен. Здесь же надо одного реабилитировать, а второго на его место поставить. То есть запас прочности был исключительный должен. Поэтому я завелся с часами. Часы. Вот главное доказательство невиновности Солодова. Но обнаруженные часики в квартире Шолохова еще ничего не доказывают. А вдруг это часы не с руки Нины? Иванов не отступает. Отец погибшей девушки сказал, что он часы отдавал в ремонт. На внутренней поверхности крышки эксперты находят номер, который нацарапали в мастерской. Осталось одно. Доказать, что их сдавала в починку именно семья Нины. Где-то должна быть квитанция. Архив, вот эти накладные, оставили там. Я выпросил машину. Поехали мы с водителем. Забили Волгу. Полностью этим. Которые на полу валялись. Из-под дохлых крыс, голубей. Все собрали. В течение недели все сотрудники следствия занимались поиском квитанции. На столах горы выцветших накладных. День ищут, два, неделю, так сказать, перекладывают пачки с места на место. Наконец, один сотрудник кричит, все, нашел. Это была редкая удача. Ведь следователи практически нашли иголку в стоге сена. А вот и вторая улика. На фото ремень, изъятый в квартире Шолохова. Убийца был пижоном. Он сам расшил обычный пояс блестками. А ведь точно такие блестящие кругляшки валялись на месте убийства Нины Юделевич. Николая Солодова выпустили из камеры смертников. Извинились за ошибку и отвезли домой, в родной колхоз. И наше великое счастье, что мы спасли человека от расстрела. Невиновного. А что же Александр Шолохов? Почему ленинградский рабочий превратился в серийного убийцу? Оказалось, он всю жизнь считал себя суперменом. По 300 отзиманий, по 300 приседаний. Я ездил в Харьков и на родину к нему. Там, говорят, он на 3-3 часа на руках заходил. Супермен первый раз женился рано. В 18 лет. И был уверен, молодая супруга его боготворит. Но не тут-то было. Как оказалось, жена считала себя супервумен. И легко наставила рога. Шолохов был вне себя. И сразу решил изменщицу убить. Но выбрал очень странный способ. Сели на мотоцикл. И он специально врезался в забор. Ну, он то есть спереди сидел. Ему-то больше достанется. Жена отделалась царапинами, а сам мститель получил черепно-мозговую травму. И с тех пор в его голове словно тумблер щелкнул. Шолохов женился во второй раз. Но счастливая семейная жизнь была ему уже не нужна. Целенаправленно брал отгулы для того, чтобы поехать и совершить конкретное преступление. В 78-м году серийного убийцу Александра Шолохова приговорили к высшей мере наказания расстрел. Говорят, смерть он принял спокойно. Так в этом трудном деле восторжествовала справедливость. О моих героях впереди ждали новые уголовные тайны. Но об этом как-нибудь в другой раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова